так здрасте сейчас я буду возможно спасать возможно убивать все дело в решении их не они зарезал здесь народ народ спасите что сказать я не могу открыть эту дверь помогите спокойно мы сейчас и шерин не бойся мы рядом в порядке ты там хоть цела мне нужен ингалятор у нее приступ в каком ты номере я скорее где мой дальше по коридору я сейчас постарайся дышать медленно вы хоть не вместе ушли кто-то пытается ты главное не волнуйся посчитай раз два три вдох раз два три выдох нам придется ее ломать все я не могу найдите чем можно сломать дверь мы с марком попробуем выбить ну сейчас задушат кто здесь все я покойник у меня полчаса что делать он сейчас нас убьет мы это видели в видении у нас сейчас зарежет задушат может промолчать зачем ему подсказывать все у нас так нас видит что сделать миша давай помоги мне на пасти не знаю на пасть все я промахнулась и это правильно надеюсь спокойно вдох выдох блять пиздец ей чисто случайно так надо было все нормально все хорошо вот это как раз и было то о чем говорили не очевидное решение он он там я не смогла не успела навести курсор это был манекен нет это вообще никакой не манекен у него была шляпа как у холмса чарльз ты ее в могилу загонишь ей уже не речь шоу неправда все нормально эрин ты жива там никого нет давайте все успокоимся отведите кто-нибудь эрин в номер да не буду я лежать все идем но он может к нас там убить мы видели это обведение именно эту комнату он нас убивал хранитель чья чисто случайно выжил вот и вы думаю эрин проявила настоящую смелость согласно нет это я просто укажу и где же наш гостеприимный мистер дюнет сдается мне он покинул острова шаг него грубо не остаться на ужин но чарли удалось поднять боевой дух тем лучше впереди ждет много испытаний я только наблюдаю временами меня это печалит иногда я завидую вам я лишь записываю а вы творите вытворяем вам лучше вернуться пока никто из наших друзей не оказался в беде совсем один а монетки может мы мало собрали пока мы играли правильно давайте-ка все выдохнем и не будем психомать чарльз хватит это затея и так была странная но сейчас мне страшно мне это все не нравится неприятно признавать но я понял кто-то хотел на поле за поддаваться мы не знаем что там было я видела кого-то правда темноте нет типа есть я все выдумала ему тогда терять интерес дайте мне подумать аккуратней и сцену покидает наш неизменно уверенный лидер ему нравится когда кричат прозовут о помощи боятся его чарли думает но больше похоже на истерику может он прав если не снимем эпизод мы в жопе издеваешься что я просто только лет надеялась что ты начнешь принимать решения любые и ты решил вот сейчас решил поспорить ты сказал любые знаете может я сдурела но я думаю что эрин не показалось здесь опасно там был манекен ты думаешь я вру так что я думаю это не разглядела потому что было темно я знаю что видела ладно план такой у нас есть план уезжаем так секунду мы не делаем резких движений я сейчас разыщу дюмет и поговорю с ним все будет в порядке ясно и мы закончим работу на ужин он не пришел почему ты решил что найдешь его а у меня позитивный настрой попробуй как-нибудь браво чарльз твои бредни просто отличный план дюмет уплыл я видела помнишь может вернулся а может нет неужели трудно хоть раз обойтись без негатива если подумать эта идея чарли не худшая в его жизни она даже не худшая за вечер ты особо то не гордись с приоритетами у тебя хреново да пофиг я пошел я с тобой стой может останешься я быстро правда ты побудь здесь чтобы не разминуться плевать на его идеи я валю я уже все решила я ухожу марк так ты со мной блять очень плохо мы разделяемся ладно ты права извини просто чарли здесь опасно это важнее любой работы все так идем эрин все будет в порядке жди здесь можете посидеть со мной пока я соберусь я не хочу терять время я буквально за углом все сложим и сразу придем честно охуенно они разделяются прости я не успокоилась оставь открытый чтобы меня было слышно конечно да класс они они судьба вместе пойти втроем почему нельзя время потерять мерзко это мерзко они начали паниковать они начали блин это неправильная реакция ладно гений где будем искать дюмета я не ищу дюмета я планирую съемки если вдруг его встретим отлично кошмар тебя только это волнует нет конечно кейт скажи ты сама знаешь когда мы включим камеру она захочет оказаться в кадре ты больной какой-то я потратил нем это читали вниз дамы это читали а почему опять можем это взять а смотри там другой другим именем вроде подписано джо а было иначе ну давай ищи надо же некоторые секретики можно взять повторно если первый раз не взял но в одной и той же локации думаю а может быть он только нам в конце вами нет монетки пустого как мы все соберем возможно чем так тяжело дышит ушел заядлый курильщик ты тоже курильщик так не дышишь кто сказал я я же тебя слышу ну блин сколько мне лет сколько ему опять это цифры а фасу ключей вдруг они изменились да что это значит 180 было 0178 стало 180 что это значит на 2 стало больше на 2 чё часа не знаю что это два чтобы это не было они меняются эти цифры смотри значит они эстетичны это отсчет чего-то хуй знает что случилось я не знаю бумажка мерцает так привык его вот там много чего ищи все опять бумажка опять читать кейт это сценарий замок убийства стебель день медленно нанесли знает где сейчас дюмет это а давай вниз помотай это короче сценарий как вы они собирались снимать и чё говорить было положено конец филадельсия приступник был вынесен тот же приговор что наносил свою жертву смерть был разрушен в результате предполагаемого чего поджога стоп что штукова хрена чем дело отчаянные крики попавших ловушку возможно у нас получится разгад несколько мрачных тайн или мы сдохнем это сценарий кейт выходит из кадра крики может эрин с этим поможет не уверен что хочу суд смотри а и она кричала же эрин только не по сценарию а что тут еще есть не по сценарию не в скобочках надо приписки читать воспользуемся уникальной возможности ну чё давай смотри дальше тут я много видела давай бог пока вот тут все валяется я так полагаю это все же нас давай бог пока бумажка схема с боже у нас на крюк подвесит излеченные нас подвесит на крюк давай искать и дальше он там что-то у столбика еще был вазочки я кажется видел нет а вот это ты не бойся нажми а не цвета вот и все пусть наши еще нет у нас выход туда в ту сторону миша то там не будешь смотреть давай закуточки аккуратно в эти книги она опять открыта просто еще раз смотреть а по вараст листа и больше появилась не отходит нечего ну теперь наверно по кровавым следам можно идти какие которые ведут в ту комнату а да там кровавые следы ну да окей смотри на пол ой действительно ой там что то есть визитка еще одна для коллекции мы можем найти пять штук эй я нашел визитку дюмэта так ты до этого и нашел нет в разных местах мы можем найти пять визиток это коллекционные предметы ой ну приступим помолись Джейми подойди ладно да пиздец как страшно это просто кровь просто кровь ты шутишь да подожди ты психовать мы знаем лишь что здесь тащили что-то с чего текла кровь и ты считаешь это нормально странновато конечно а чего ты хочешь наверняка это дюмет или его смотритель притащил из леса мертвое животное нам на ужин ты че больной что ли он че близок в башку не дружит а это можно сделать нет добро пожаловать на наше представление а это еще что дюмет представляет дюмет что так он здесь ты там сзади нет да идет она извините опять начинается да ну ты очень это будь поплавнее короче идти можно только в одном направлении музыка нарастает напряжение следовательно ничего особо обшарить по дороге мы не сможем ну по логике вещей да да миша ну пусть аккуратнее плавнее что ж ты так резко дел раскаешься блять а куда она миша оно бы подсветилось не надо миша оно бы подсветилось не надо что бы мы на нее посмотрели а тебе как норм блять подруга опа монетки да да какая-то подороже монетка честно что это даст не знаю прям интересно сюрприз ты такой стоимость покупки всего 500 и ты такой да нет кстати не что и честно и и можно и ну а и Зато и дверь что-то есть. Там запись, наверное, бывает пыток. А эта шарманка, значит, нельзя вырубить. Ну и ладно. Это выход. Ты слышишь? Помогите. Какого? Кто это? Пожалуйста. А, это тот мужик, которого мы видели. Прошу. Я все сделаю. Что с вами? Вас пытали? Что за херня? Стой. Смотри. Поральные выборы. Поральные выборы. Какая-то ловушка. Если сойдешь с пластины, это хреновина, его насквозь проткнешь. Блядь. А что делать? А, он сейчас будет ножом угрожать. Ты можешь отойти назад, и он его бьет. Либо он тебя проткнет. Помогите. Помогите меня. Джейми? Нельзя. Ну так остаться тогда. Договорю. Блин. Не помогли мы ему. Господи. Господи. С другой стороны, может это нам засчитается? За смелость. Ну давай же. Черт. Миш. Мы не смогли человеку помочь, жаль. Возможно, мы не могли ему помочь. Что я сделал? Надо съебывать. Живо. Чарли. А? Идем. Но с другой стороны, может быть, это как-то будет, будет чем влиять, то, что мы не сдрейсфили. Ну да. Он же хочет, чтобы мы боялись и кричали. Ты... Ты видела? Маску. Это что было? Ой. Что за хрень? Ловушка. Боже. Мы в ловушке. Что делать? Нужно решетку ломать. Так. На счет три. Готовься сейчас. Раз. Икс, икс или ааа. Три. Слышал? Да. Что происходит? Честно, за кого я сейчас играю? Ну, у меня реально предположение, что он хочет вот именно... Вот это проверяет. И если ты не паникуешь, ты ему неинтересен. Ну, вот... Ну, любому маньяку возбуждает страх жертвы. Тем более, нам подсказку давали в этом. Блять. Нашла свой кристалл? Аметист? Не делай так. И это не смешно. Прости, ты не сильно поранилась? Камень жутко острый. И, конечно, волшебный. Это кристалл аметиста. Я угадала. Он успокаивает и окружает защитные энергии. Да. Знаю. Против пьянства еще. Не пьющий, а значит. Просто мне кажется, что тебе стоит взять ответственность за свои эмоции, а не перекладывать все на кристалл. А. Возможно, тебе не стоит слушать всяких. Может и так. Но аметист? Но издеваться не обязательно. Ладно. Я зря так грубо себя повел. Извини. Правильно. Сразу обезвиниться. Сейчас не время и не место. Я должен сказать. Пляшку. Так. Мать моя. Днем ты вспоминала вакансию оператора. Ты кое-что не знаешь. Что именно? Не было такой вакансии. В каком смысле? Помнишь Мюрре? Он хотел открыть студию в Бруклине. Галерею. Искал партнера. Это ж твоя мечта. Да. На этом невозможно заработать. И я подумал. Ты решишь, что я свихнулся? Это ж безумие. Почему ты не попытался? И мне не сказал. Во. Разве... Не важно. Я не захотел и отказался. Тебе не сказал, чтоб не ругаться. Мне не хуже от того, что ты поступаешь по-своему. Раз ты не захотел, то и не надо. Я отказался, потому что... Это бы забрало меня от тебя. Спасибо. В смысле? Я... Я как-то даже не подумала. Это бы нас разлучило. Перевод от Миши. Я... Просто... Что ты от меня хочешь? А вы же по Жене это сделаете? Я надеялся, что все изменится. Да ты делай предложение. Если честно, я еще надеюсь. А что ему сказать? Опасение это... Опасение, опасение. Тебе стоило сказать раньше. Знаю. Не хочу переживать это снова. А если будет иначе? Да ладно. Сам знаешь, что не будет. Горбатого могила исправит. Я малость не в себе. Дело предложения, уебище. Ну вот видишь, а если бы такая... Ты знаешь мои приоритеты, блядь. И ты все равно пидорас. Пошли заберем Эрин. В позу встала такая, блядь. Сейчас посмотрим. Кристалл можно взять? Чарльз был уверен, что найдет его. Посмотрим. Ага. Можно его взять? Кристалл аметиста. Интересно, сколько сейчас стоит заказать натуральный аметист? Ну, это еще и оружие, он прочный. Можно пробить немножечко. Это провокация. Не, ну если это поможет ей сохранять мозг в холодном состоянии, это хорошо. Блядь. Ну, мне, кстати, реально кажется, что потом вот это вот видение как раз крюкает, он так мстит. Вот за то, что мы смолодушничали, отступили без, типа, без боя, и он потом нас прокалывает как этого парня-бедолагу. Кстати, он не один. Почему? А, или стоп. А это может быть и манекен. Нет, он же шевелился. Ой, смотри. На стуле может быть... Номера. Туда, в ту сторону, 175-182 номера. Да. Стоп. Может, это номера? Которые открыты? 180-й сейчас открыт? Ну, пойдем, сходим, 180-й. Кто, блядь, постоянно ходит и запирает двери? Дюмет? Хм, пойдем искать номер 180. Пойдем искать номер 180. Пойдем искать номер 180. Может быть, это к этому? Нам указывают, к какой мы можем сейчас зайти номер? А где тут обозначение? Не знаю. Ну, значит, проверяем все. Ну, предположим... Эй, отойди, ты мне мешаешь. Ты что, охренел, что ли? А, вот они, обозначение. 182. 182. А я 180-й. Решительно не ясно. Сейчас разберемся. Стой. Что это? Что там? Это что, блядь? Чья-то шутка дурацкая. Откуда это? Это твое? Нет. Это она? Да. Шелби. Один лак? Не надо. Мы красили одинаково. Это он. Что? Это он. Тот тип сзади. Знакомый? Типа того. Просто все время где-то пересекались. Он был иногда на тех же вечеринках. А это я виновата. Нет, это неправда. В тот вечер мы хотели встретиться. Собирались выпить и пойти тусить. Я проспала. У нас тогда было не принято приходить одной. Шелби ждала, а меня все не было. И тогда он на нее напал. Все хорошо. Что тут хорошего? Это пиздец. Я живу с этим каждый день, и кто-то в курсе. Кто-то оставил, это для меня. Это что такое? Без понятия. Ну, а что-то плохое. Что за черт? Бегите сюда! Чарли! Я готова? Ой. Во-первых, продолжим. Сука. Ой! Чарли! Только руку протянуть! Да-а-а! Да-а-а! Джейми! Чарли! Да ладно, мне отрывало руку. Только руку протянуть. Это что сейчас было? Я не знаю, но меня это очень... Очень пугает. Смиральда, рукожоп. Покажи. Чарли! Покажи руку! Не трогай. Дай помочь. А, тише. Больно. Руке хана. Да что ты говоришь? Надо в больницу. Еще одна причина сваливать отсюда. Надо как-то собрать всех вместе. Блин, Ксюша, она ровно вместе наебнулась. Ну как так? Ну что за залупа? Да ладно, в фильме сколько там? 127 часов у него вообще руку придавило. И ничего, выжил. Что происходит? Может быть реально это номера? Дюмет. Что у него с башкой? Он был дерганый. Отпировали сна. Просто чудик. Большая разница между чудиком и убийцей. Давай прикинем. Ты видела, как Дюмет уплыл? Может он узнал, что здесь убийца и сбежал? Может. Или тот мужик был не Дюмет, а кто-то другой. Вот, вот, сомай. Та ловушка. Ее же так просто не сделать. Все продумано заранее. Кто-то хотел, чтобы мы попались. А значит на пароме с нами почти наверняка был не Дюмет. Блядь, мне так стыдно. Да ладно. Бывает. Вы знаете, я ищу монетки. Но если увидим номер... Тут нас сейчас могут разлучить, мне кажется. Можешь побыстрее идти? Нет. Прикольно, что он в руке, в которой пиздец. А они тут, видишь, все стены тудым-сюдым. Ну не могут прям все. Какие-то должны остаться несущими. Ну это тоже, да. Ага, все цветятся. Мне 128, но... А, ага. Сейчас гляну. Да, будь приблизен. Что-то ни хрена. Я кажется, заблудилась. Да нет. Пытаюсь понять планировку. Так закрыто. Кажется, комната Эйрин полностью отрезана. Кошмар, Чарли. Зачем он так с ней? Потому что ее проще всего напугать. Легкая добыча. Вспомни наше шоу. Это логика социопатов. Я не открыла ту дверь. Да. А куда мне идти-то? Обратно. А как мне ее найти? Обратно. Обходишь этого до сюда. Потом направо. Потом налево. Еще раз налево. Ага. Ой, следующий поворот тогда. Пардонте. Эм. Че? Да, что-то сдвинулось уже. Сука. А что она? Нет. Блядь. Прости. А что это? А, лифт. Это лифт для поднятия еды. Ага. Ладно. Блядь. Это, конечно, прости. Что за херня? Это ребенок? О, класс. Ты тоже это слышишь? Я боялась, что у меня крыши едет. А куда звук? Рука болит, пиздец. Да ты че? Прости. 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 А, за такие с лодочкой две дают, поняла? Лодка, череп и волк. Да. За череп, кажется, пять. За волка один. Ладно, пошли. На монетку нашу. Чарли, сюда. Давай откроем. Не знаю, как это поможет. Упризь плечом и надави сильней. Да. Да не так ты. Да, действительно не так. Тебе не надо так делать. Ты наоборот... Тихо, тихо. Он его тут может наколоть на крюк. Может. А что же нам сделать, чтобы он не погиб? Он здесь его может убить. Мы видели, наколоть на крюк. Да. Ну вот, пожалуйста. Никто не может подержать дверь. Это... Ну зачем нам это делать? Мы в облабанной матрешке. Где? Ну, в матрешке. Ну, кукла внутри куклы внутри куклы. Крыша поехала. Этого не хватало. Мы застряли на кухне. В пустом отеле. На частном острове. Даже если выйдем отсюда... То как выбраться из дома? Именно. Это... И леса острова. Давай решать проблемы по очереди. Чуть-чуть. Сначала кухня. Давай. Ты права. О, мы уже видим ли это фамилию? И Морелла. О, это что? 176. Это номер. Блядь. Твою мать. Это номера. Это... Это чей-то труд? Серьезно? Да ты че? Скажи привет прошлым посетителям. Да ладно. Может... Блядь. Похоже, так и есть. Это выйти. Ну, нам, в принципе, уже нечего смотреть. Это было, наверное, самое главное. Жапка свинки. Ладно, пошли. Ага. Чарли! Я нашла выход. Вот. Дверь на петлях. Наверное, не так сложно будет выбить. Отойди. Это что-то новенькое. Дай мне! О, нет. Зажигалка! Газ! Можно будет сгореть. Чарли? Блядь. Мы в беде. Но он пока жив. Пока он жив. Но мы помним, он может сгореть в газовой камере. Да. Там нельзя зажигать огонь. Но мы по-любому и задохнемся. Там точно кто-то был. Я... Я... Я не могу... Не могу дышать. Нет. Конечно. Нет. показать им стоп народ а у эй чарли марк джимми ладно хватит нечего так трястись у меня нас фонарик 2 ингалятора ну хоть не один можно вернуть чего у меня больше нет ингалятора я вам просто сейчас не нужен видимо сейчас не нужен ничего нет ладно пыльное помещение которые противопоказан может и будешь слушать ну да лечение чего я уже видел это объявление в прологе было это объявление да коллекционный предметик а 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 Это трупы людей. Я понимаю. Мне кажется... Ну как знаешь. Тоже полево. А я не знаю... Ну я думаю, что нам придется отвечать на вопрос на замок. Но чья игра дальше не сдадется? Ну я думаю, что нам придется отвечать на вопрос на замок. Попробую, конечно, что-нибудь более. Угу. Схему вижу, да? Посмотрим. Схему. Нет, это не схема. Что-то опять про Генри Холмса. Отвергните дьявольский напиток с доктором Холмсом. Чудесное исцеление. Слишком долго пристрастие к алкоголю осуждалось исключительно с точки зрения слабости характера и отсутствия моральных устоев. Однако поразительные открытия известных врачей показали, что алкоголизм – это болезнь такая же, как сифилис и холера. Излечить ее можно, только поняв это. Но, хотя препарат от алкогольной зависимости начинает появляться на рынке, жадность производителей делает их недоступными для простых людей и без того стоящих на грани разорения своего злополучного недуга. Ответ на эту острую общественную потребность предоставил практикующий врач из Чикаго Генри Холмс, который в свое личное средство основал институт «Сильвер Эш», обеспечив доступные методы лечения для пьющих слоев населения. Уже сейчас добрый доктор добивается замечательных результатов с теми, кто посещает его клинику. В институте «Сильвер Эш» не прибегают к молитвам неразборчиво. Во звание к Всевышнему, единственное условие – довериться доктору Холмсу и его чудодейственному средству, запатентованному, но очень доступному составу из секретных ингредиентов, включая чистейшее серебро, добываемое в штатах Северной Дакоты. При приеме внутрь трижды в день в течение четырех недель – это лекарство неразборчиво изгнать, пагубные пристрастия пациента. В самом деле, после месячного курса лечения в институте «Сильвер Эш» под строгим руководством доктора Холмса от вашего прежнего дурного характера мало что останется. Типа еще один из профилей деятельности? – Он говорил, у него много всяких… Ах ты… А что это? – Просто чернильница такая. – Видимо, да. Кассетка. – Да, я вижу, вижу. У него куда-то вставлять надо будет. – Эрин, прием! – Джейми! – Я не успела взять, почему? – Джейми! – Что происходит? – Ты в опасности! – Как ты? – Послушай меня! Делай, как я скажу! – Джейми, что происходит? Где ты? Я не… – Послушай! Слушай, там есть шкаф. Залезь в него, давай! – Что за ерунда? – Прячься, Эрин! – Зачем мне это делать? Что происходит? – Эрин, скорей! Просто поверь мне! – Предположим. – А чего я ничего не могу делать? – Ну что, прятался в шкаф? – Что, прятался ли? – Спрячься! – ЛТ… – Мы умрем. Мы сейчас умрем. Пульс считать, да? – Может, ты посчитаешь? – Каждый лажает за своих. – Я не смогу. – И спасает тоже. – Я не смогу. – Кнопочка. – Прощай. – Мы погибли. – Это был обман. – Хотя нам не показали смерть, но это был, видимо, роковой выбор. – Ну, мы можем посмотреть. – Что посмотреть? – Там же, это, сход изменён и показано, что пока что, типа… Ой-ёй-ёй. Перекур? – Бля, беда. – Перекур? – Блин, я очень мало успела осмотреть. – Возможно, оно и хорошо, что мы не подняли шума, на самом-то деле. – Подожди. – Ну, ладно, на этом. – Пока всё. – Ну, в плане перерыв, ребят. – Всем спасибо, всем пока. – Ну, сложно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok